В сороковые первая железобетонная стала главной жизнеспасающей. В годы войны нагрузка на плечи первой поилицы Уралмаша заметно увеличилась. Потребление воды выросло в несколько раз, ведь в Свердловск эвакуировали не только людей, но и целые предприятия. Я еще застал эту воду, лично застал. Эта вода была необычайно вкусная, даже, по-моему, к сладкой казалась на вкус. А целебные свойства у нее были, потому что она фильтровалась через сапропель. Это мощные залежи сапропеля, это Илта. Его анализировали, насколько мне известно, в лабораториях сельскохозяйственного института. И сказали, что хоть на бутерброд намазывай, хоть на хлеб, и как бутерброд ешь. Если в кране течет вода, значит, к вам пришел развитой социализм. В 31-м с запуском Белой башни все жители Уралмаша автоматически оказались в привилегированном положении. Даже в центре в то время покупали питьевую воду у водовозов по копейке за ведро. Ждать центрального водоснабжения им оставалось еще 4 года. Зато на Уралмаше чистая питьевая и в собственном кране. Фантастика! Насосы располагались в подвале. Они качали воду из шувакиша и по этим трубам заполняли бак. Уже оттуда, из бака, вода попадала в квартиры уралмашевцев. Вот принцип сообщающих сосудов. Вода текла без насоса, самотеком, потому что вот здесь бак был высоко поднят над уровнем их квартир. И вода под собственным давлением туда опускалась. И во время отечественной войны. Война, говорят, была пятнисто-зеленая. Боялись, что сюда прилетят самолеты. Самолеты не долетали. Вода – это жизнь. В годы войны фразу понимали буквально. И тщательно прятали возвышающуюся над малоэтажным Свердловском 35-метровую водокачку. Глаза немецких асов замылили камуфляжем. В защитном пятнисто-зеленом башня простояла 4 года. И побелела только после победы. Хотя изначально цвет у нее мог быть совсем другой. Белый лебедь Уралмаша смело мог быть желтым лебедем Уралмаша, если бы создатели не сэкономили на краске. Тогда строители выбрали более дешевую белую звездку. Хотя по всем законам конструктивизма башня должна была быть красной, желтой или красно-желтой с черными вставочками. Выходит, что разноцветные граффити сегодня можно смело считать восстановлением исторической несправедливости. Самые популярные цвета были это красный, желтый, там даже черные детали. Вот поэтому в принципе она должна была быть у нескольких цветов, потому что все выступающие детали, они обязательно должны были отличаться. Так что белая башня – это брос памятник архитектуры. Кто ее возьмет, кто его там дальше сделает, это уже пока от история. Субтитры создавал DimaTorzok